И возможности. Вот и все. То есть это совершенно все произвольно. А скажите, пожалуйста, какие православные предметы, вот помимо икон, то, что вы сказали, необходимы и достаточны для такого уголка, красного уголка в доме? Вот традиционно, что было? Достаточно вот одного креста, в принципе. Вот. И если есть возможность, можно еще одну икону повесить. Но, в принципе, это дело вкуса. Если у человека вкус более развит, он не будет нагромождать огромное количество иконочек, особенно, знаете, вот... Ну, маленькие какие-то. Да, небольшие. Почему? Потому что все-таки внимание рассеивается на вот это вот многоплановом таком участке. А молитва предполагает концентрацию и сосредоточение. Поэтому, я думаю, достаточно одной-двух наиболее почитаемых этим человеком икон. Или, например, эта икона досталась ему там в наследство. И она является собой не только священный образ, но еще и память о ком-то. Это другое дело. То есть, ну, в таком духе. Хорошо, спасибо. И Елизавета спрашивает, можно ли пользоваться требником в домашних моритвах, в домашних условиях? Дело в том, что требником можно пользоваться и рекомендуется пользоваться. Это более уместно только тем, кому этот требник обрисуется. Адрисуется он священнику. Тому, кто совершает требу. Но если человек не облечен санами, если он не рукоположен, зачем ему требник нужен? А свящать квартиру он не может. Совершать молебны он не может. В смысле, в том, так, как и делать священник. То есть, водосвятные молебны. Молебны дома служить можно, пожалуйста, любому святому. Это имеет право каждый христианин, потому что все мы являемся в той или иной степени, но если не тайно совершительными, то, во всяком случае, служителями ложами. Пожалуйста, открываем канон, читаем канон, служим молебен, читаем там, не знаю, что, посолтили и все прочее. Но необходимости в требнике, просто Мирянину, никакой нет. Почему? Потому что это служебная книга. Это техническое подспорье, скажем так. Хорошо. Все понятно. И вот тоже домашний такой вопрос. Зинаида Алексеевна спрашивает. Отрывные листы от церковного календаря надо ли сжигать? И вообще, как с ними поступать? Конечно, конечно, лучше сжечь. Почему? Потому что, понимаете, на всех этих отрывных календарях смогут содержаться либо фрагменты священных текстов, даже Евангелие, может и чаще всего упоминается имя Христа или кого-то святого. И вот этот святок валяется на дороге, и это имя будет попираться. Священно для всех. Понимаете? Уместнее всего, конечно, сжечь. Людмила Павловна спрашивает о следующем. Перед смертью мужа она вызывала батюшку соборовать мужа. Осталось масло после соборования. Что с ним делать? Обычно, необычно, а положено по уставу, это масло поливать на покойника. То есть накрывается покрывалом, придается земле, и далее священник возливает масло как символ нетления. И что теперь? А вот если она этого не сделала? Нетления в смысле корону призваны. Но что переделать, я думаю, что, как и всякий священный предмет, например, просфоры бывают, поскольку они состоят из вещей природных, естественных, они могут претерпевать все эти процессы, которые происходят с вещами естественных. То есть могут заплесневить, превратиться в такое состояние, что невозможно употребить уже. Конечно, это надо стараться предотвращать, но если уж случилось такое, то, как правило, просфоры и какие-то иконы, они сжигаются, и далее, самое главное, они помещаются, ну, вернее, их опускают в проточную воду. То есть не в пруд, не в какой-то там бассейн, а в проточную воду, в реку. Либо существуют при храмах так называемые сухие колодцы, то есть те помещения, где не может этот предмет уже оскверниться. То есть не наступит нога человека, там, ну, не произойдут какие-то вещи, оскверняющие этот предмет. Спасибо большое. Вот Надежда Васильевна спрашивает о следующем. Вот вышла она из дома, покидает дом. Можно ли читать в транспорте православную литературу? В частности, псалтирь и молитвы. Вот открывшую вот таким образом, не наизусть, а открывшую сидеть. На всяком месте можно прославлять имя Божие, и я думаю, это гораздо более уместно, чем предаваться, например, каким-нибудь пустым разговорам, а еще чем тем более разглядывать там или осуждать в этом духе. То есть это вполне нормально, тем более, что не всегда человек может успевать, тем более мирского человека, которого так заботуще много. Это можно совмещать. Спасибо большое. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос в студию отцу Филарету. Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, в храме есть записочки заказные, есть простые. И вот меня интересует, кого можно вписывать в простые записочки, а кого заказные вообще, какая разница? Я понял ваш вопрос. И еще, извините, еще. Можно ли дальних родственников, то есть знаю, что, допустим, они крещеные, но знаю, что они атеисты, вообще далеки, можно ли их вписывать в заказные записочки? Спасибо, Господи. Спасибо. Значит, заказная записка, так называемая, это та записка, которая идет на проскомедию, то есть на предуготовительную часть литургии. И, собственно, это и есть поминовение в самом, так сказать, прямом смысле. То есть священник, вынимая частицу из просфоры, поминает сначала в священном начале, затем поминает сослужащих ему людей, и затем начинает поминать всех православных, начиная от своих родственников или знакомых, все, кто за данной литургии поминается. Это так называемая заказная записка. Вписывать можно всех крещеных, если человек атеист или там богоборец, то, в принципе, они лишаются, конечно, церковного поминовения, и на проскомедию, может быть, не так уместно их писать. А вот на молебен вполне возможно подать записку с просьбой Бога, с молитвой о том, чтобы они вернулись в лоно церкви, или, во всяком случае, их сердца были как-то умягчены. Таким образом, я хочу повторить, что заказная записка – это записка, идущая на проскомедию, где священник поминает на просфоре. Собственно, это и является настоящим поминовением. И вот очень часто, я хочу немножко остановиться, на приход, бывает такая ситуация, когда часто слышишь, мою записку не прочитали, там, вон, это так важно, это совершенно не важно. То есть это важно, конечно, но гораздо более важно и более существенно то, что недоступно глазу молящегося в тот момент, когда читаются часы и совершается проскомедия. Это вот внимание частицы из просфоры и поминовение имени православного христианина, естественно, крещеного, вот при этом изъятии частицы. Это самое главное поминовение. И поэтому, когда начинается трагедия вокруг тех записок, мне оно совершенно непонятно. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос отцу Филарету. Здравствуйте. Я хотела спросить, можно ли поминать самоубийцы? Существует ли хотя бы один день в году? Спасибо. Нет, таких годов не существует. Самоубийцы лишаются церковного поминовения. Если они, эти самоубийцы, совершили свой самый тяжкий грех, который можно только представить себе, собственно, хулан Святого Духа на саму жизнь, если они совершили сознательно, будучи вменяемым. Если человек, конечно, невменяемый был, то есть это не значит, если человек напился до какого-то такого умрачительного состояния и покончил с собой, это вменяется ему, так сказать, в вину, потому что он совершил вот этот вот акт опьянения, напился, как говорится, или там обкололся, совершенно сознательно. Но если существует какое-то врожденное заболевание или приобретенное, которое, так сказать, доводит человека до... как это сказать лучше... до состояния, когда он не способен принимать самостоятельное решение, такие, конечно, вещи прощаются, не как прощаются, допускают запоминовение такого самоубийцы. Единственное, существует канон мученика Уару, он читается о некрещенных умерших и о самоубийцах, но это уже делают родственники дома самостоятельно, без участия священника. Спасибо, отец Филарий. И ни одного года, ни одного дня в году не существует. Так вот, очень часто расхожие мнения, часто говорили об этом, что якобы на родительскую, троевскую родительскую, напоминается. Нет, такого нет, это есть устав, сейчас жесткое такое определение. Спасибо, отец Филарет. И сейчас, уважаемые телезрители, мы смотрим с вами видеосюжет о православном календаре текущей недели, в обзоре которого мы остановились на Лазаревой субботе и на входе Господнем в Иерусалим. То есть это суббота и воскресенье текущей седмицы. И после этого уже мы побеседуем с отцом Филаретом об этих евангельских событиях. Весна – особенное время для православных христиан. Именно на апрель-май приходится самый чтимый церковный праздник – Пасха, Воскресение Господне. Предпасхальные и постные недели насыщены праздниками, постепенно приближающими нас к светлому Христову Воскресению. Суббота Акафиста при Святой Богородице через семь дней сменяется Лазаревой субботой. В этом году воскрешение праведного Лазаря отмечается 9 апреля по старому стилю, 22 по-новому. В Благой Вести Евангелия от Иоанна в главе 11 стихах с 1 по 46 отмечено это событие воскрешения Лазаря, которое совершается Иисусом Христом на обратном пути его движения к Иерусалиму из-за реки Иордан. Иисус Христос называл Лазаря «друг наш». Жил Лазарь в одном из селений Вифании в Иудее, это недалеко от Иерусалима. Здесь, на этом месте, был когда-то дом праведного Лазаря, где он жил вместе с сестрами Марией и Марфой. И именно сестры послали за Христом сказать о том, что тот, кого он любит, болен. Иисус, услышав это, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Когда Иисус пришел в Ифанию, Лазарь уже как четыре дня умер. Иисус прослезился и, скорбя внутренне, подошел к пещере, где похоялся гроб. Там уже было много иудеев. Когда отняли камень от пещеры, Иисус возвел Отче к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня. Но сказал сие для народа, который здесь стоит, чтобы поверили, что Ты послал Меня». После слов Иисуса воскресший Лазарь встал и вышел из пещеры. Многие из простых, присутствовавших при этом, уверовали тогда. Государственные мужи и священники, собрав совещание, решили противодействовать, что и предвосхитило трагические события после входа Иисуса Христа в Иерусалим. Распространение веры досталось грядущим поколениям. О воскрешении Лазаря, как о воскрешении души, в XIX веке напишет свое стихотворение Александр Хомяков, стихотворение, навеянное Акафистом Спасителю. «О, Царь и Бог мой, слово силы, во время Оно Ты сказал, и сокрушен был плен могилы, и Лазарь ожил и восстал. Молю, до слова силы грянет, да скажешь, встань, душе моей, и мертвая из гроба встанет и выйдет в свет Твоих лучей». Чтение Евангелия обычно погружает нас в прошлое. Вот как у Александра Хомякова, у него свое видение воскрешения Лазаря. Он считает, что это воскрешение к воскрешению души. Есть, видимо, у каждого свое мнение, да, прочитавшее какой-то сюжет, какую-то главу из Евангелия. И вот здесь пришел вопрос, только что от Людмилы. Можно ли читать в общественном транспорте Евангелие, и вообще, как его читать? Ну, уже немножечко как-то косвенно ответил этот вопрос. То есть священный текст может стать где угодно, когда угодно, если это, так сказать, приносит пользу, если это идет к пользе душевной. Теперь по поводу мнений, по поводу прочитанного Евангелия. Тут должны быть рамки, потому что таково известно, что ересь тоже в греческом языке означает мнение, но мнение, выбивающееся из общего контекста. Поэтому здесь должны быть определенные рамочки. То есть, а кем они определены, эти рамки? Эти рамки определены, конечно, откровением Божиим, хранителем которого были святые отцы, люди богоугодные, то есть занимающиеся определенной молитвной практикой, и живущие, собственно говоря, в большей степени, чем мы, например, простые люди, по Евангелию. И таким людям, которые живут, собственно, по букве Евангелия, не как формалисты по букве, я имею в виду, а по смыслу. И сами они являли собой ничто иное, как живые книги, как их называли, ожившие тексты священного Евангелия. По своему призванию один, например, больше, например, походил, например, на Авраама гостеприимством, а другой, например, силой своих молитв мог исцелять, в какой-то степени, конечно, уподобляясь Христу. И поэтому, как читать? Ну, это все приходит, конечно, с опытом. Это то же самое спросить, как жить. Читать внимательно и стараться, во-первых, да, извините, хочу сразу сказать, приступая к изучению священных текстов, как говорил Василий Великий, первое необходимое условие, это нужно очистить сердце, очистить ум, и чтобы в этот очищенный сосуд уже поместить то, что мы пытаемся извлечь из Евангелия. Что такое очистить, отец Филарет? Это тоже каждый, видимо, может понять. Что такое очистить? Вот мы берем грязную чашку. Что мы в первую очередь делаем, когда очистим ее? Мы ее посмотрим. Мы оцениваем. Где, что и сколько нужно убрать. То же самое нужно, не нужно, а желательно погрузиться в свое сердце, посмотреть, то есть провести какой-то самоанализ, заглянуть сюда, посмотреть, что там, затем все это сопоставить, насколько это расходится, соединить, и тогда уже оценив и сердцем, то есть эмоциями, оценить это разумом, убрать все ненужное, что мешает, очистить и впустить. Чтение Евангелия может способствовать этому процессу? Или оно должно предшествовать? Ну, понимаете, это настолько взаимосвязано, понимаете? То есть первое, что у нас появляется, желание. Потом мы ищем возможности. А третье мы уже осуществляем. Понимаете? То есть прежде чем взять в руки Ивангелия, сначала, конечно, в первую очередь, нами движет любопытство. Ну, это естественно. Человек совершенно сторонний, попалась ему книжечка, он прочитал, ничего, естественно, не понял. В худшем случае он ее забросит, скажет, написано ерунда, которой невозможно разобраться. Это для кого-то, может, не для меня, а может, вообще не нужно никому. Второй вариант. Человек заинтересовался. Например, был так. Я Ивангелия держал в руках только славянской, не понимая, естественно, больше половины. А то я, наверное, две трети не понимал. Потом однажды мне попался в жизни человек, совершенно случайно, дал мне русский текст Ивангелия. Это была большая редкость, кстати, в то время. То есть были 80-е годы, самое начало. И я когда прочитал, это было Ивангелия от Иоанна, самое сложное. Большинство мне было недоступно. Особенно вот пролог. Вначале было слово, слово было к Богу. Слово было к Богу, и я ничего не понял. Но, естественно, это самое высокое богословие, которое отражено в Ивангелии. Но потом у меня появился интерес, любопытство. Ну и где-то, может быть, вот видите, какая, все говорится, все даже самое плохое, Господь обращает на доброе. У меня появилось такое, знаете ли, тщеславие, такое неудовлетворенное. Как так? Почему я не могу понять? Я должен это понять. Я должен это сделать. Я потихонечку, потихонечку читал, кое-что понимал, кое-что, конечно, не понимал в большинстве своем. Потом появлялись на моем пути люди, которые меня это растолковывали потихонечку. Я как-то вот вошел в этот вот режим. Ну и сейчас, слава Богу, конечно, многое я еще сам не могу понять. Но это уже, я имею в виду, не фактически, а чисто душевно принять. Не понять, а принять многое невозможно, потому что все-таки, знаете, ну, остаюсь я просто человеком в первую очередь. И многие вещи мне, например, умом понятно, а вот сердце, например, не всегда принимает. Это не говорит о том, что Иван Длин несовершенный или там написаны какие-то неправильные вещи. Это скорее отражает мое несовершенство. Но тем не менее, вот так происходит, понимаете? У другого происходит еще октябрь. То есть это чисто индивидуально. Но первое, что нужно, это искреннее желание понять и постичь. Если это будет, все будет возможно. Спасибо, отец Филарет. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос отцу Филарету. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у нас два года назад пропал человек без вести. И мы записываем имя Азравии. Это правильно? Ну да, правильно. Вы должны записывать его Азравии. Традиционно рекомендуют до пяти лет поминать Азравии, а затем уже, ну, если он не объявляется. Хотя, в принципе, можно и все оставшееся время поминать его Азравии, если у вас все-таки где-то остается сомнение. Почему? Ну, потому что, в принципе, Бог-то знает, жив он или мертв. И, собственно, это уже, так сказать, в данной конкретной ситуации это дело такое формальное. Главное, то чувство, которое движет вами, когда вы поминаете этого человека, а там уже, если такая вот ситуация непонятная какая-то, вы понимаете, как люди просто скрываются. Сила своей каких-то психических расстройств или еще чего-то. Ну, не знаю, как здесь было. И люди исчезают. Он может быть и жив, а может быть и нет уже. Но сила любви, которая подвигает человека на вот это поминовение, она, так сказать, донесет молитву об отмечатель Богу, и это будет услышано. Спасибо, отец Филарет. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть такой бабич, который с молитвами там пытается вот лечить. Я не знаю, какое отношение. Имеет ли он какое-то отношение к церкви? И вообще, есть ли люди, которые официально уполномочены, не уполномочены, но имеют право, церковь разрешает им заниматься целительством? Спасибо. С молитвами там? Я понял вопрос. Я не знаю, кто такой этот человек, о котором вы говорите. Отношу себя к таким людям я лично настороженно, потому что что значит, есть благословение лечить или нет. Великолепные угодники святые, они приступали к целительству не потому, что они хотели кого-то там, вернее, и они хотели, конечно, исцелить их, хотели человеку помочь. Но это не значит, что они брались за это заведомо, зная, что их молитва будет услышана. Они всегда брались за это из чувства сосрадания. И это был всегда эпизод. Понимаете? То есть это не было какой-то практикой за дня в день. Например, преподобный Сергий не принимал, как участковый врач, например, всех больных с пяти, с девяти до часу он творил чудеса и так далее. Каждый случай исцеления – это чудо, а чудо, оно очень, так сказать, уникально, скажем так, в своем роде. И поэтому, когда святой приступал к этому, он просто просил Бога помочь этому человеку, сострадая ему. Опять-таки, сила любви его подвигала на это. И Господь, видя искренне, чистое, так сказать, устремление данного, того или иного святого, помогал человеку по его молитвам. И то не всегда, потому что не всегда человеку и полезно было это исцеление, например. Потому что некоторые болезни, они ограничивают нас от каких-то неподобающих деяний, а то и грехов. Поэтому, когда говорят, вот благословляет ли его церковь, ну что значит благословляет? Это значит, получается, церковь дает вам какую-то бумагу, свидетельство о том, что вы святой? Так получается. Да, бывает, священнику полномочивают заниматься экзорцизмом, то есть изгнанием духа. Хотя, в принципе, каждый священник имеет право на это. Потому что он является тайно совершителем, он законно рукоположен, и уже само по себе рукоположение дает ему это право. А вот, так сказать, получать какую-то индульгенцию от церкви или сертификат о том, что ты являешься целителем, являешься, соответственно, чудотворцем, но это уже, так сказать, ну, во-первых, это не очень корректно по отношению, например, к тому же человеку, потому что тем самым вы признаете заживо его же святым, то есть канонизированным. А второе, понимаете, получается чудо, как бы это, так сказать, получим, ну, сводится это на уровень какого-то такого вот чего-то бытового, понимаете? То есть к нему относятся утилитарно, как к лекарству, понимаете? А это ведь не так. Любое чудо – это прорыв, я уже, может, говорил об этом, прорыв в иную реальность. А входить в иную реальность как нож в масло туда-обратно мы не можем так свободно. Спасибо, отец Филарет. И если можно, вернемся вот к Лазаревой субботе. Ваше окончание этого повествования, и если можно, мы перейдем вот к входу Господню в Иерусалим, который будет в воскресенье, или в русской традиции это вербное воскресенье. Хотя бы немного расскажите об этом. Ну, во-первых, мое личное впечатление с этого праздника, по-моему, это самое знаменательное событие, вернее, чудо, опять-таки говорим о чуде, которое совершил Христос за время своего земного служения. Здесь в полной мере отразилась его Бога, человечность. Это в воскрешении им Лазаря. Вообще во всем этом событии. Я сейчас скажу почему. Ведь вспомню, как только он слышал новость о том, что Лазарь умер, что он сделал? Он прослезился. И в этом отражается его человеческая природа. Потому что он, как и все люди, может страдать, и страдал. Он сочувствовал, сопереживал, проявлял какие-то слабости. Ну, в принципе, не греховную слабость какую-то, а слабость человеческую, эмоциональную. То есть он может оплативать другу, и в этом нет ничего постыдного, кстати. Затем он спешит к месту погребения Лазаря и совершает там воскрешение. Заметьте, совершается это непосредственно перед тем, как ему пострадать. И, собственно, это чудо послужило непосредственным поводом к его, так сказать, осуждению и к возбуждению фарисеев и законников. Очень важный момент здесь. Христос совершил три воскрешения. Это дочь Иаира, сын Наинской вдовы, и, наконец, Лазарь четверодневный. Но если там покойники, так сказать, воскрешались непосредственно, вот, потому что у евреев, как в Езеново-Ассоте, погребается в этот же день, ну, понятно, климат, жара, то здесь прошло четыре дня. То есть непосредственно тление уже коснулось Лазаря. Там же, помните, говорит, не открыла, он же смердит. И, представляете, смердящий покойник воскресает. Во всех этих трех случаях совершается не воскресение, а воскрешение. Это принципиальная разница. Хотя, в принципе, меняется один звук. Почему? Потому что все три эти покойника были воскрешены чужой силой. То есть не сами они воскресли. Они были воскрешены силой божества Христа. Это первое принципиальное отличие от всех прочих воскресений. Второе. Мы видим уже как бы общее воскресение. Вы помните в тропаре? Я не помню сейчас дословно, сейчас не могу сообразить. Общее воскресение, прежде твоей страсти, уверяя. То есть оно показывает, во-первых, что будет всеобщее воскресение. Мертвых. Второе. Что Он, Христос, победит смерть, победит тление. Что человеческая природа во Христе неразрывно существует с божественной. И божественная не подавляет, но ведет за собой человеческую. Он является как бы поводырем. И это дает победоносные плоды. То есть Христос побеждает смерть. Тление в будущей жизни, конечно же, не будет. И вот на примере Лазаря это показано, что человекорнирный покойник, который смердит, выходит из пещеры нормальным человеком, скажем так. Вход в Иерусалим. И после этого непосредственно совершается вход в Иерусалим. Я хочу спросить у вас, он несколько раз до этого был, Иисус Христос, в Иерусалиме? Да. И заметьте, что несколько раз пытались Христа взять, арестовать, повить камнями, предать суду. И всякий раз Христос как бы ускользал. И говорил, еще не время. И вот ситуация, когда никто его уже как бы здесь непосредственно в этом месте не ищет, и он сам идет. Вот теперь исполнилось время. Положено, он знает это, естественно, по всем пророчным предсказаниям, по всем признакам, он это знал. Но ему положено идти уже на эту самую жертву. Он понял, что все готово. Знаете, как бывает, иногда плод еще не созрел, его срывают, и не пользуя от этого плода, не плоду, не тому, кто его срывает. Здесь все уже готово, и поэтому Христос сам добровольно на вольную крестную смерть идет. Даже на пусть, когда мы слушаем гряды на вольную срасть, правильно сказал, гряды на вольную срасть, то есть идущие на вольную страдание, он просит учеников приготовить ему осленка, не вовсе потому, что он устал, идти там совершенно недалеко. А, во-первых, чтобы исполнить пророчество. Во-вторых, здесь это действие полно, полное, вернее, особого символизма. Во-первых, вы знаете, что упрямство ослов пошло даже в поговорку. И вот этим самым Христос показывает, что Богоизбранный народ проявляет крайнее упрямство. То есть Бог пришел к человеку, и человек, помните, как в Евангелии сказал, к своим пришел, а свои его не приняли. В Евангелии от Иоанна, кстати, в проворе. И вот он приходит к своему народу, то есть евреи должны были, наоборот, первые принять Бога человека. Это получилась как бы враждебная среда для него сразу. Да, абсолютно враждебная. И свои его не принимают, отвергают. Поэтому мы видим, когда Христос в канонических иконах, такой каноничной, принятой иконоградии, когда Христос въезжает в Иерусалим, он как бы повернут к иудеям, но голова его повернута к ученикам назад. Он не принимает их славы, потому что они встречают его как царя. Ему постелаются одежды, срезаются ветви, его как победители встречают пальмовыми ветвями, восклицаниями кричат ему «Осанна!» То есть спасение к нам приблизилось. Но это всего лишь всплеск, и ничего больше. Понимаете? Внешний. Потому что буквально через несколько дней эти же самые люди, которые кричали «Осанна!» и «Рукоплескали!» Они же будут кричать «Распни его!» Более того, призовем... Оставим это на будущую неделю. Я надеюсь, что вы у нас будете. И вот «Седмица Страстная» начинается с понедельника, со следующего. И если можно, вот все остальное после входа Иисуса Христа в Иерусалим, да, мы оставим до следующего раза. Я надеюсь, что наши телезрители почитают до этого. Если можно резюме маленького праздника. То есть Христос не принимает человеческой славы. То, что у людей ценно перед Богом, это мерзость. Это первое. Второе. Христос показывает, что Он добровольно идет, что никто Его не принуждает. Если Он раньше уклонялся от того, чтобы Его схватили и, так сказать, предали смертник, то это не проявление трусости, это просто указание на то, что времена еще не исполнились. Он еще не подготовил. Не то, что Он не готов. Он всегда был готов принести себя в жертву среди. Люди не были готовы. А ведь все эти три года, которые Он проповедовал, формировалось христианское учение, которое само по себе не самоценно. Христианское учение нужно только для того, чтобы подвести человека, к понятию и восприятию добровольной жертвы Христа. Это краеугольный камень христианства. Его крестная смерть и воскресение. Без этого христианства нет. Хорошо. Спасибо, отец Филарет. И это рассуждение мы оставим до будущей недели. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос отцу Филарету. Спасибо. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Можно задать вопрос отцу Филарету? Да, конечно. Отец Филарет, у меня такой вопрос. Развитите мне, пожалуйста. Мне привезли из Иерусалима крестик деревянный от гроба Госпожницы. Ну, а поскольку он больше размером, и он такой объемный, носить его на теле, ну, неудобно как бы. Вот нужно его носить как бы поверх одежды? Или это... Я думаю, это будет не совсем уместно. Лучше поместить его в изголовье своей кровати, например, или на стене повесить. Это не обязательно нательный крест, может быть. А украшать себя наберутыми крестами, ну, вы знаете, это как-то, ну, мне кажется, не совсем уместно, потому что это является отличительным знаком священника или епископа. Поэтому, не знаю, обычно лучше этого не делать. Это слишком будет крикливо. Спасибо. Здесь вот вопрос есть. Просьба озвучить телефон справочной службы Даниловского монастыря. Вы его наизусть не помните? 9-5-5-6-7-8-8 или 9-5-5-6-7-9-0. Это просит Тамара Александровна, и вот она, что вопрос задается с сентября. Я, в общем, отвечала на него, но вот, видимо, не слышали. Спасибо большое, отец Филарет. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос отцу Филарету. Алло, я отцу Филарету хочу задать вопрос такой. Я прошла соборование, но до сих пор, это я когда во вторник последний был у меня на той неделе соборование, я до сих пор никак не могу сходить в церковь, но нет времени принять причастие, когда можно. Когда вам удобно. Это два таинства, которые необязательно совмещать, кстати. Ну, традиционно сразу после соборования причастие, но в принципе это необязательно. Это два совершенно самостоятельных и непосредственно друг от друга, ну, не то, что независимых, но вполне допустимо пройти таинство в еле освещения соборования, через некоторое время, как обычно, причаститься. То есть это необязательно увязывать непосредственно вот так. Спасибо. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос отцу Филарету. Алло, скажите, пожалуйста, что за секта и иоговы? Спасибо, отец Филарет, да, если можно, хотя бы на одну минуту. Секта и иоговистов, это уже на этот вопрос, по-моему, отец Дмитрий отвечал. Много, да, да. Это, собственно, возврат к ветхозаветным воззрениям, это отрицание, это такой субордиционализм, не могу выговорить слово. То есть когда Христос как бы в подчиненном отношении к Отцу ставится, и идет возврат к этому, к иудейскому воспринятию христианства. То есть это то, что в Ветхом Завете? Ну, не совсем так, но это промежуточное, обратное движение в промежуточном состоянии. То есть Христос как бы признается, но его богочеловечность там... То есть это не свойственно русской церкви? Да нет, это американское явление совершенно натянуте. Хорошо, спасибо. Если есть такое желание, можно будет эту тему развить. Сейчас просто очень... Хорошо, на самом деле очень много вопросов все время, каждый раз. А вы и гористы? Да, пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. И мы хотя бы на две минуты вернемся вновь в русскую, к русской православной церкви. И русская православная традиция, русская культура очень тесно связаны со всеми, как вы понимаете, драматическими событиями, происходящими и происходящими в нашей истории. Социальные потрясения, которые у нас всегда очень мощны, то порывали с этими православными традициями, то вновь необыкновенно мы нуждались в них. Традиция государственной и общественной православной жизни зародилась у нас, как вы знаете, в конце 10 века, после крещения Руси князем Владимиром Святославичем. И она достаточно прочно установилась, но вот в начале 18 века, после очень крутых общественных преобразований Петра Первого, конечно, сильно эта традиция православная деформируется. И затем в начале 20 века, это вот уже совсем близко к нам, после еще более основательно социального эксперимента, начатого революцией 1917 года, она разрушается как бы почти полностью. Но вот это можно сказать на первый взгляд, слишком, может быть, эмоциональный взгляд. Вот такие события должны были помешать целостности нашей православной культуры. Но вот перед нами, то, что перед нами все-таки и на сей день единая достаточно культура, красноючиво говорят две выставки. И в этом вы сейчас, вы сможете убедиться, посетив их. Первая выставка открылась вчера, вторая — древнерусского искусства. Я попрошу, пожалуйста, показать небольшой монтаж о выставке, которая предлагается вам в Покровском соборе, в храме Василия Блаженного. Это святыни Антониевсийского монастыря. Вот мы приближаемся к Михаилу Кархангельску. Значит, выставка, которая будет в Покровском монастыре, посвящена истории Антониевсийского монастыря. Это Антоний Исийский перед вами. И на Кантоне основал этот монастырь в XVI веке около реки Сии. Перед вами виды этого монастыря. Сия — это приток Северной Двины. И вот на выставке в Покровском соборе будут представлены реликвии Исийского монастыря из собрания старейшего в стране Архангельского областного музея. Как вы, конечно, понимаете, этот монастырь был долгое время закрыт. Теперь он постепенно возрождается. И ГИМ, то есть Государственный исторический музей, ранее он назывался РИМ, Российский исторический музей, приглашает вас на эту выставку, которая открылась сегодня в Покровском монастыре на Красной площади в храме Василия Блаженного. И будет она работать по август месяц 2000 года. И вновь напоминаем вам о выставке современной... Это вот то, что касается на выставке в Покровском соборе. Будут выставлены вещи, иконы все XVI-XVII века. И то, что касается современного православного искусства, которое вот все-таки не иссякает, но вновь напоминаю вам, что некоммерческая организация Покровский центр по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II проводит православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая открылась вчера. И продлится она до 23 апреля 2000 года в выставочном центре «Мир» по адресу улицы Арджоникидзе, дом 11, часы работы с 11 до 19 часов вечера, Ленинский проспект, Шаболовская, метро Тульская. Это проезд. И далее можно дойти пешком. И там вы сможете купить подарки своим друзьям и близким, вещи, которые, православные вещи, сделанные уже современными мастерами и, конечно, на достаточно хорошем, высоком уровне. Вот то, что касается выставок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос отцу Филарету. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. У меня вопрос к отцу Филарету. Пожалуйста. Дело в том, что я знаю хорошо, что я крещеная. Я помню отца крестного своего. Но сейчас мне у кого спросить, у меня неправославное имя. Что мне делать? А как? Вы крещеные с этим? А, вы не знаете крещеного или нет? Нет, я знаю отлично, что я крещеная. Но так получилось, что время такое было. Я не узнала своего имени, которое мне дали при крещении. Это не принципиально. Главное, что вы крещеная в православной церкви. Главное, что вы верующая. Главное, что вы уходите в храм и все. А как с именем быть, может быть? Ну, у человека такое имя, ну и что? Это не, как бы не должна она так переживать. Ну, что теперь имя является необходимым условием, так сказать, определения христианина? Что теперь это имя человек закроет врата в Царство Небесное? Это не принципиально. Спасибо, отец Филарет. А святого у покровителя можно выбрать любого, даже несоименного, кстати. И традиция, например, в Сербии, я знаю, в странах Югославии, в республиках Югославии, иногда даже в Греции бывает такое, что есть родовые святые. То есть, например, целый род, целая фамилия, почитай, наверное, предтечу. И он является покровителем всех представителей этого рода. И мужчин, и женщин, кстати. И все они празднуют Денианду в один день. Не с именом своего святого. Татьяна спрашивает, я замужем и беременна. Можно ли мне венчаться в таком положении? Можно в любом положении венчаться. Спасибо, отец Филарет. Пожалуйста, мы вас слушаем. Нельзя будет венчаться только если она родит, и пока будет находиться в периоде нечистоты 100 дней. А так? Спасибо большое. Пожалуйста, мы вас слушаем. Ваш вопрос отцу Филарету. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я только недавно узнала, что женщина, родив ребенка, должна пройти очистительную молитву. Вот как раз. Да, вот я родила двоих детей, и надо мной ни разу не читалась эта молитва, потому что я тогда еще не была воцерковлена. То есть мне, уже детям 6,3, они уже большие. Мне нужно еще пройти эту молитву. Но если уже, так сказать, период очищения закончился, зачем? Значит, все, да? Все. Еще такой вопрос. Вот в Ветхом Завете написано, что жертвы, овцы, когда приносились Богу, они должны были быть без порока. Правильно? Да. А вот если на сегодняшний момент, вот я часто в храм жертву вещи, из которых мои дети уже выросли, то есть они где-то могут быть с заплатами и так далее. Это допустимо? Допустимо. То есть это не считается вещь с пороком? Ну, там, понимаете, там ритуальный запрет был. То есть не должна быть эта овца с физическими изъянами. Так, кстати, как и священники, которые приносили жертву в Ветхом Завете, они должны быть с изъянами. То есть если он даже немножечко поцарапается, он не имел права даже уже совершать жертву. Это всем другое. Спасибо большое, отец Филарет. Наше время подходит к концу. Мы просто благодарим вас за такое необыкновенно большое количество вопросов, которые вы нам сегодня прислали. Отец Филарет дал согласие быть в следующую второстную седмицу у нас на программе. Вы на сегодня прощаемся. И, пожалуйста, ждите нас у экранов телевизоров 25 апреля. Спасибо большое, отец Филарет. Напоминаю, что с вами беседовал насильник московского Свято-Данилу монастыря Иродьякон Филарет, за что мы ему приносим большое благодарность. Всего доброго. Спасибо, отец Филарет. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Слава отцу и сыну и святому Богу. Господи, помилуй нас. Господи, помилуй нас. Г communist. Господи, помилуй меня в плант Toryyne помилуй нас. 遥 Royal россиян帝 во valve Петро 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 Пметро Петро 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 Pitten polar цар remе инистки. Субтитры создавал DimaTorzok